Многие, а может быть даже и все, слышали про дореформенную орфографию. Что там были какие-то яти и яры, что это провели большевики сразу после революции, что большевики это сделали, чтобы испортить русский язык и отвратить русский народ от Бога, и много разных других вымыслов или невымыслов о реформе русской орфографии 1917-18 годов. Попробуем сейчас разобраться, что же там произошло и что из того, что я назвал, было правдой, а что все-таки миф. Для начала следует сказать, что русский язык имеет правила орфографии достаточно непродолжительное время. По сути, до конца XIX века никаких правил и не было. Это не значит, что все писали кто как хочет. Конечно, люди ориентировались на старые тексты и просто повторяли те орфографические формы, которые в этих текстах встречались. Кроме того, были какие-то рекомендации. Однако они охватывали не все случаи, иногда противоречили друг другу. В общем, было это делать довольно сложно. Особенно страдали школьные учителя и ученики. В 1885 году вышел первый свод правил русской орфографии. И написал их ученый Яков Карлович Грот. И это было очень здорово, потому что наконец-то появилось пособие, на которое можно было ориентироваться и которому можно было следовать для того, чтобы научиться правильно писать по-русски. Однако Грот, создавая свою орфографию, стремился соединить с ней два принципа. Принцип фонетический, чтобы на письме отражалось то, как мы говорим. И принцип исторический, чтобы на письме сохранялась форма слов, как они писались последние столетия. И эти два принципа не всегда хорошо друг с другом ладят. У Гротовской орфографии было несколько проблем. Самая большая из них – это то, что некоторые буквы дублировали друг друга. То есть один и тот же звук на письме мог обозначаться разными способами. Из-за чего это случилось? Во-первых, это буквы Ять и Е. И тут важно не путать Ять и Ер, которые люди, стремясь делать вывески в стилистике до реформенной орфографии, часто путают, и получаются вот такие вот странные вещи. Ять – это был гласный звук, который, как я рассказываю в другой лекции про историю славянского письма, ее можно найти на этом же канале. Так вот, Ять обозначал разные звуки в разных славянских диалектах, но в русском языке к началу XX века он уже несколько столетий обозначал тот же самый звук, что и буква Е. Поэтому школьникам приходилось выучивать длиннющие списки слов, чтобы запомнить, где пишется Ять, а где пишется Е. Ведь на слух они не различались. А в украинском языке, например, различались. Во-вторых, были две буквы – ФИТА и Ф, которые обе обозначали один и тот же звук Ф. Как это случилось? Буква ФИТА встречалась в словах, которые заимствовались из греческого языка и в тех местах, где в греческом писалась буква ТЭТА, которая в западноевропейских языках дает звук Т. Например, в слове Арифметика или звук ТЭТА, как, например, в имени Фёдор, который соответствует имени Теодор в западноевропейских языках. А, например, в слове Орфография первый звук ФО обозначался ФИТОЙ, а второй звук обозначался буквой Ф, потому что в первом случае было ТЭТА, а во втором – нет. И тоже с этим приходилось мучиться, потому что, чтобы понять, что тут нужно писать, нужно по-хорошему знать греческие слова. Соответственно, школьники тоже с этим мучились. Третье – это целых три буквы для обозначения звука И. Это так называемые И восьмеричная, И десятеричная и Ижицы. Почему первые две так называются? Потому что, когда еще не было цифр, первой буквой обозначали число восемь, а второй буквой обозначали число десять. В нашем современном языке сохранилось и восьмеричное, а правило тут уже было проще. Не нужно было зубрить, но все равно нужно было держать в голове, что и десятеричное пишется перед и кратким, и перед гласными, а и восьмеричное пишется в остальных случаях, и плюс еще некоторое количество уточнений к этому правилу. С Ижицей же было попроще. Она писалась только в нескольких словах из церковной лексики, например, в слове «мир» или в слове «ипостась». И, кстати, например, «мир как отсутствие войны» и «мир как вселенная» до реформы различались. Правда, история о том, что название романа Льва Толстого «война и мир» теперь понимается иначе – это как раз миф. Если мы посмотрим на это реформенное издание, то увидим, что «мир» там пишется через и восьмеричное, а это как раз и значит отсутствие войны, а не вселенная. Это вот три проблемы с дублирующими друг друга буквами. И, наконец, еще – это уже, в общем, не очень проблема, но, тем не менее, тоже можно было от этого избавиться – это буква «ер» в конце слов. Она была незачем не нужна, «ер» хотя бы мягкость показывает, а эта буква не показывала ничего, и от нее можно было избавиться. Так вот, школьные учителя обратились к Императорской академии наук с тем, чтобы реформировать русскую орфографию. Императорская академия наук создала специальную орфографическую комиссию, которая собралась в 1904 году и стала обсуждать, стоит делать эту реформу или не стоит. И, несмотря на то, что такая реформа действительно облегчила бы всем жизнь, далеко не все были готовы смириться с тем, что из нашего алфавита нужно изъять какие-то буквы. Орфографическая комиссия спорила целый день, и к концу дня, когда голосовали, все равно оставалось еще восемь человек, которые категорически возражали против ликвидации каких-нибудь букв. А если речь шла о поддельных буквах, то противников было еще больше. Например, против избавления от «Яти» голосовало целых 15 человек. И надо сказать, что образованная общественность тоже была против. Например, Лев Толстой еще в 1904 году высказался, что он не приемлет никаких изменений русского алфавита. Вот, например, некоторые возмущения интеллигенции того времени. Марина Цветаева, которая, как известно, написала Блоку «Имя твое пять букв», очень переживала из-за утраты «Яра», потому что в имени Блока останется только четыре буквы. А сам Блок говорил, что когда он видит слово «Хлеб», написанное без «Яти» и без «Яра», он не чувствует аромата свежевыпеченного хлеба. Нам это может показаться странным. Зачем сопротивляться, если так будет проще всем? Но это легко объяснить. Действительно, мы привыкаем к той системе письма, которой мы пользуемся. И, соответственно, если мы разрешим не писать «Ер» в конце, разрешим путать местами «Ять» и «Е», и восьмеричную, и десятиричную, то это будет выглядеть, как писал неграмотный человек. Это примерно то же самое, как когда сейчас россияне приезжают в Беларусь, а белорусский язык, в отличие от русского, устроен по фонетическому принципу «как слышишь, грубо говоря, так и пишешь». Это упрощение, но пока что достаточно так. И, соответственно, когда россияне приезжают, например, в Минск и видят на вокзале надпись «Выход у город», или, например, видят слово «Молоко», написанное через два «А», для людей, незнакомых с белорусским языком, это смешно, потому что это выглядит, как будто писал неграмотный первоклассник. И то же самое было для интеллигентных людей начала XX века. Не писать «Ять» и не писать «Еры» – это потворство безграмотности. А люди этого не хотели. Им казалось, что раз уж они с этим справились, то и все другие должны помучиться и тоже научиться писать правильно, а то как отличать грамотного человека от неграмотного. Из-за того, что общественность – журналисты, писатели, поэты – так возражали, работа орфографической комиссии затянулась аж на 7 лет, и только в 1911 году вышел проект реформы. Дальше его стали обсуждать, и все снова затормозилось, потому что все очень-очень возмущались. И неизвестно, что бы дальше было, если бы не февральская революция. После февральской революции в мае орфографическая комиссия в 1917 году так и приняла решение, что с сентября новая орфография начинает действовать. Однако предполагалось, что это будут плавные изменения, что коснется она пока что только начальную школу, а дальше, когда эти дети будут расти, орфография будет распространяться все шире и шире. Но дальше случается Октябрьская революция, и большевики перехватывают инициативу. В декабре 1917 года нарком Луначарский издает декрет о всеобщем переходе на новую орфографию. Этот декрет, по сути, копирует декрет Временного правительства, который был принят на полгода раньше, и этот декрет, поэтому даже иногда называли декрет плагиат. Однако никто его не послушался. Было так много разных революционных преобразований, что всем было не до орфографии. Поэтому только одна газета перешла на новую систему письма, все остальные пользовались старой орфографией или же пользовались новой частично. Например, еры в конце слов убрали, а яти продолжали писать. И уже только спустя почти год, в октябре 1918 года, именно поэтому эта реформа называется реформой 1917-18 годов, выходит еще один декрет. И тут уже времени на раскачку не дают. 10 октября принимается декрет, 13 октября его печатает газета «Известия», а с 15 октября всем изданиям, всем типографиям запрещается использовать старую орфографию. Чтобы декрет работал лучше, по всем типографиям прошлись революционные матросы, которые просто изымали из наборных касс те буквы, которые больше не нужно было и нельзя было использовать. Под горячую руку попал и твердый знак «ер», который, однако, должен был сохраняться в середине слов, например, в слове «подъезд». И типографиям пришлось выкручиваться вместо «ера» писать апостроф, поэтому мы, например, на здании политехнического музея видим надпись «подъезд», написанную через апостроф. Это как раз не предполагалось реформой, но вот такое забавное следствие случилось. В реформе было еще несколько вещей, например, в древнерусском языке различались слова «они» и «оне». «Они» – это было про мужской род, а «оне» – про женский. Но последние несколько столетий эти два слова произносились одинаково, и реформа унифицировала их написание. То же самое коснулось и окончаний прилагательных. Раньше под ударением писали «ого», «его», а без ударения «аго», «яго», например, «русского», но «большого». После реформы это тоже унифицировалось. Ну и некоторые другие орфографические правила. В Советском Союзе особо баловать было невозможно, поэтому всем пришлось срочно перестроиться на новую систему письма, с которой мы живем до сих пор. А вот писатели, которые были в эмиграции, вплоть до середины XX века продолжали пользоваться старой орфографией, например, Бунин. И теперь в массовом сознании эта реформа ассоциируется именно с большевиками, хотя, как мы уже знаем, теперь эта реформа разрабатывалась еще в Императорской академии наук. И обсуждения этой реформы были ведь, по сути, нелингвистическими. Это были культурные и психологические аспекты, потому что мы привыкли к старой системе и не хотим потворствовать безграмотности. И это были политические аспекты, потому что те, кто были против большевиков, те же были и против того, что они делают, в частности, против этой орфографии. Последний вопрос, на который стоит ответить, а почему с тех пор не было никаких орфографических реформ в русском языке? Ведь у нас до сих пор остается очень много сложных вещей. Например, почему раненый в плечо солдат пишется с двумя «Н», а просто раненый солдат с одной? Неужели это нельзя упростить? Или зачем писать парашют и брошюра через «Ю», хотя в остальных случаях после «Ш» мы пишем «У». А все потому же. Просвещенная общественность не хочет потворствовать безграмотности. Считается, что раз мы это выучили в школе, то и все другие должны через эти мучения пройти. И трогать священное, то есть орфографию, нельзя. Поэтому когда в 1964 году предлагали изменить орфографию русского языка и убрать много исключений, на которые мы тратим много времени, сил и нервов в школе, в 2000-е годы предлагали это делать. Однако газеты были просто заполнены возмущенными письмами, и лингвистам ничего не оставалось, кроме как уступить и оставить нам орфографию такую, с которой мы живем. Кто знает, будем ли мы в будущем продолжать так же, или, может быть, все-таки наша письменность упростится, это покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова